Продолжение следует... Говорите, ваши слова записываются. Говорит бригадир электриков-скрепников. Через три дня станем на простой, потому что заканчивается изолента. Считаю положение, сложившееся в бригаде, ненормальным, когда бригадир Митрофанов регулярно покрывает своих приятелей пьяниц и лентяев. Наоборот, делает им приписки за неурочные. Почему при товарище Тарабанове мне, как матери-одиночке, квартиру не дали, а дали Бубновой? Прошу главного инженера срочно меня принять, потому что имею интересное предложение по сварке бортовых швов. Все мои дураки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну как ты живешь? Нормально. С Ариной больше не встречаешься? Нет. Нет. У нас все кончено. Она, вроде, замуж за кого-то выходит, так что... Ты очень страдаешь. Ну почему я должен обязательно страдать? Нет. Я здесь все время о тебе думаю. Все думаю о тебе. Да не волнуйся ты, мама. У меня все нормально. Правда. Тебе еще так долго жить, а ты такой... Да проживу я. Ну что мне сделать для тебя? Что? Проживу не хуже других. Иногда мне кажется, что у тебя внутри какой-то механизм. Мам, ну перестань. Ну правда. Посмотри. Отец, наверное, пришел. Он, наверное, внизу уже. Я позову. Подожди. Сядь. Найди Гордея. Он мне был вместо отца и матери. Найди. И попроси у него прощения. Ладно. Попрошу. Значит, ты все-таки обидел его. Может быть. Наверное. Значит, обидел. Найди. И не отпускай его, сыночек. Не плачь. Я найду. Ты не думай. Сама я ничего не боюсь. Мне вас жалко. Отца жалко. Иди. Иди. Он, наверное, пришел. Иди, 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 иди скорей. Она уже ждет тебя. Я здесь буду. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ваша? Спасибо Пожалуйста В общем, не за что Не теряйте Меня зовут Ия А вас? Валера А вы кто? Я? Монтажник Корабел А вы? А я никто Я закончила школу У меня все было рассчитано Институт, аспирантура В общем, развек на всю жизнь А потом вдруг заболела Вы все еще успеете? Не знаю Жизнь уходит Разве вы не чувствуете, как она уходит? Нет Идет себе и идет А я чувствую Я очень хорошо это чувствую Время уносится Поэтому нужно выбирать, как жить Я еще не знаю, как Вот мой отец Он знает Знает, что выбирать А я Я иногда просто плыву по течению Вы только не смейтесь Я до сих пор не знаю, кто я, что я Ну что вы, как же можно над этим смеяться? Это очень мало кто знает Я недавно встретил ребят Они точно знают, что делать Мне даже страшно стало А вы знаете Мне тоже раньше казалось, что я знаю А потом вдруг заболела У меня очень как-то Сильно заболела голова А потом все как-то сразу стало легко Ну как будто прошло все Но только Как-то очень непонятно Как будто что-то изменилось Как же объяснить мне вам Вот раньше Я была обычной застенчивой боком А потом все изменилось И для меня все сразу стало легко и просто Словно я поднялась куда-то Ну как будто я где-то вот тут Врачи ломают голову, ничего не могут определить Феномен Да, болезнь какая-то Вы понимаете? Я просто слышу, о чем многие думают Вот, например Когда вы вышли на крыльцо, я сразу вас услышала Вы бессовестно думали обо мне, как о женщине Кто? Да? Неужели? Да ладно Не спорьте Вот и сейчас говорить одно, думать совсем другое С ума сойти Ладно, не смущайтесь, я вас прощаю Я в других иногда такое слышу Я просто хотел спросить у вас Как вы узнали тогда ночью, что я летаю во сне? Над одним и тем же местом? Да И словно истит, да, что-то? Ну да Ладно Пойдемте Соберитесь Соберитесь Внимание Вспомните свой сон Вспомните свой сон Закройте глаза Вспомните места, над которыми вы пролетали Расслабьтесь 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 Полетели Боже мой Внутри вы весь спите Вас надо будить Думайте Думайте, Валера Думайте Вам надо много думать Думайте 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 И я И я Пора Быстренько, быстренько и мы вас ищем Я не поняла Я не поняла Это что-то очень Что-то очень далекое Скорее всего генное Может это у вас подсознательное И я И я А вы еще придете? Конечно Я каждый день У меня здесь мама лежит Вы приходите Мне с вами очень хорошо Товарищи Я вынужден обратиться к вам в связи с той ситуацией, которая сложилась у нас на заводе Есть опасения, что танкер Срок сдачи которого в конце этого квартала Не будет сдан Осталось закрыть несколько удостоверений у регистра и заказчика Для отхода судна на ходовые испытания По нашей совместной вине произошли срывы графика постройки и сдачи судна Танкер экспортный Срыв графика повлечет за собой выплату штрафных санкций И отсутствие планированных нами прибыли Товарищи Строим, строим А другие на них по загранкам ходят А мне эта загранка шо есть шо нет Да лампочки Я в Китай сходил Нашел куда Пользуясь случаем, хочу внести ясности по такому вопросу Ходят слухи, что новый директор будет избавляться от неугодных людей Так вот Чтобы не было слухов, даю точную информацию Буду избавляться Буду избавляться от неугодных людей делу, производству Не лично мне, а делу Других критериев у меня нет Вот так Спасибо за внимание Ну, началось Митрофаныч, ну как тебе речь нового директора А, черт я знаю А кто ему позволит? Сейчас, сейчас позволят Да говорят, уже списки готовы Ну, посмотрим, посмотрим Ну, пошли Валера Да Ты помнишь этот наш разговор Насчет того, чтоб меня в загранку гарантийщиком Ну, сейчас не Тарабанов, Михеев Ну и что, что Михеев Михеев тоже человеком остался И он к твоему отцу прислушивается Это, знаешь, только так все Перестройка, перестройка А отношения-то у них те же остались Поговори, слушай Да Валерка, здорова Привет Привет, ты что опять бегать стал? Ну вот Вот познакомься, мой друг Валера Друзья Бегаем вместе Ну понятно Ну что, вперед? Вперед Пошли Как дела? У меня? Ну Нормально Я сейчас на практике, в школе Ты знаешь, Валер, начинает нравиться Отлично Как Саня, видишь его, нет? Нет Редко Он же сейчас пчелами занялся Пчелиный кооператив Пробивает Так он же шашлычниками Ну да, был шашлычниками А теперь сейчас свое дело хочет сделать Пулей строит Пчелы Деловой Пчелы Главовой Ты знаешь, Валер Мне тут Алина каждый день звонит Твоей жизнью интересуется Ну, передай, пусть не интересуется Хорошо, передам Вообще, нужно как-то встретиться Посидеть, Валер Вот это можно Вот давай сегодня после работы Не, не могу Мне надо в библиотеку А потом В больницу Куда? В библиотеку? Ты что, читателем что ли стал? Да это... Подружки одной Стихи Ага Ну, раз ты такой книжник стал, то давай Хочешь стих? Да никакой я не книжник Говорю, просто тоска Ну ладно, все равно, слушай Мне одна маленькая девочка показала Слушай Мой брат морской На дне морском А мы улитки В поле Мой брат морской Вернется в дом А в доме Похороны Представляешь себе Вот такая маленькая девочка У нее полная тетрадка таких стихов Круто Ну что это за умно? Может это родители? Да нет, не родители Родители серости, Валер Вроде нас с тобой Это что-то совсем другое Понимаешь? Новые люди народились Они Думают по-другому Они чувствуют по-другому Они видят по-другому Это Может вырастут Станут обыкновенными Может быть Это ты знаешь Жалко, если это будет так Ну что, папка, пошли Попозже Видишь, работа скопилась А ты иди, иди Посиди с мамой Поговори Ей приятно будет Ладно Я ее с Ией познакомлю Это еще кто-то Не трогай Ну помнишь, я ж тебе рассказывал Девушка феномен Лежит на обследовании Уйдеться Уйди Врачи не знают Что с ней делать Видят факты Объяснить не могут Что в медицине тоже С перестройкой-то не ладится А? Какой там? У них крыша едет Они твердят Нет, не может быть А у тебя что с ней? Да у меня все в порядке Ты не думай Она вполне нормальная Слушай Нет, не приду Не приду У меня из этих совещаний работа стоит А работа тоже государственное дело Ну батя Да И больше за всяких Митрофановых Меня не проси С меня хватит Натерпелся с раму Отстанешь с зятем Михеева Сам его и проси Может он тебе и уважит Добрый день, Надюши Добрый день Добрый день Мама Надинька, а... Она в зимнем саду Спасибо А мама-то как? Нормально Она спит И я Привет Привет А я думала не дождусь А ты ничего не чувствуешь? Нет Ничего-ничего? Ничего-ничего Ничего-ничего Ничего Я уезжаю Куда? Меня увозят в Москву В какой-то институт Кто это? Молчи, пожалуйста Молчи Отвечаю на твои вопросы Ты только думай Говори со мной про себя Ладно? Договорились Думай А я буду отвечать Итак, начали Мне здесь ничего не могут сделать Там? Не знаю Может быть Как зачем ехать? Как зачем ехать? А вдруг у них получится? Валерочка, ты пойми, что сейчас я не совсем нормальный человек А я хочу стать нормальным человеком, понимаешь? Нет, ты со мной не поедешь Потому Потому что это может остаться на всю жизнь Да что ты им, подопытный кролик? Валера Ну как тебе не стыдно? Врачи Ну я же слышу, какие скверные слова ты говоришь Ну при чем здесь врачи? Ладно Ты меня проводишь? Конечно У этого температура? Не мешай Иди секунду А у Медведевой Подожди Случилось что? Не знаю Не жалей Ей тоже очень-очень жалко, но Ничего не поделаешь, я должна ехать Бедная ты моя Девушка, садитесь в вагон Ия Ия, пора Надо торопиться Понимаешь? Я должна все успеть Лима летит очень-очень быстро Я должна все успеть Ну все, все Что? Что? Не слышно? Не понимаю Валера, Сапогин Здравствуй Здорово Очень рад Очень рад Может ко мне зайдем? Пошли Мой отец так боялся, что я подорву его авторитет Так следил за мной, что я совершенно разучился действовать самостоятельно Но, к счастью, он нас потом бросил Я слишком усложнял жизнь А все оказалось гораздо проще Конечно И ты не представляешь, как мне стало легко Я все время среди людей Среди разных людей Ну а в свободное время, вон, можно в окно посмотреть Или поспать Или почитать Что ты? У меня эти книжки вогде уже Да? Конечно Ну если только там какую-нибудь газетку или детективчик Живые люди, Валера Сколько разных судеб, историй Так что нужно просто жить и служить К кому? Людям, Валера, людям Еще налить? Да нет, спасибо, я, пожалуй, пойду Подожди Ты знаешь, я на заводе тебе очень завидовал Ты мне? Да, я тебе Ты там, понимаешь, как рыба в воде Но свой Без мучений, без комплексов Найти свое место, это сила, честное слово Я-то думал, что мое место где-то не там Привет Мама умерла Позвонили Я ж видел ее сегодня Она спала Ты куда? Туда, к ней Я с тобой К ней же не пустят сейчас Я вот Вещь только Отнесу Мама Мама КОНЕЦ КОНЕЦ Да, я слушаю. Алло! Арина? Да? У меня мама умерла. Что? Арина, я не могу один. Ну, нам пора. Спасибо, Васильевич. Адрес не напоминаю. Знаешь. Счастливо, Николай. Мам, пора нам. До свидания, Арина. Я провожу их. У тебя с Валерой-то как? Не знаю. Том, больше не могу. Мать со мной не разговаривает. Ну, потерпи немного. Пока все прояснится. Она меня замуж выдаст. У тебя воля своя есть? А у тебя была? Слушай, переходи ко мне. Вера Петровна возражать не будет. Ой, не вери, будет. Только очень тонко. Это точно очень тонко. Господи, что ж тебе такие бабы все время попадаются? А ну, еще сама какая будешь? Да ладно, я своего мужа жалеть буду. Главное, не терять друг друга. Ты уж тут будь на уровне. Сапоги на народ непростые, но ладить можно. Не хочу ни с кем ладить. Недояло все время ладить. Могу я хоть немного пожить без постороннего влияния. Может быть, тогда у нас с Валерой все будет нормально. С жильем помочь не могу. Я теперь все время как в свете прожекторов. Ладно, не бери в голову, служи народу. Ладно, пошел. Ну, счастливее. Заходи, если что. Не чужие. Ну что, Филиппыч, крепись. Спасибо. Спасибо, Савельич. Спасибо. Спасибо. Ты поел что-нибудь? Наверное. Слышишь, отец ходит? Ходит. Надо пойти к нему или привезти... Не надо. Можно я прилягу? Первое время вам будет очень тяжело. А потом горе пойдет на умыль. Откуда ты знаешь? У тебя же никто не умирал. Не знаю, откуда. Но знаю. Люди так говорят. А потом... Твоя отец человек достаточно молодой. Может быть, он еще сможет... Как-то наладить свою жизнь. Что? Что ты говоришь? Что я говорю? Это естественно. Жизнь все устроит. Валера. Ну, успокойся. Ну, тише. Все-все-все устроится. Все будет хорошо. Слышишь? Все пройдет, все будет хорошо. Успокойся. Тихо, тихо. Успокойся. Все будет хорошо. Валер, милый, милый, успокойся. Как же жаль, что мы не любим друг друга. У меня никого нет ближе к тебе. Никого, слышишь? Как жаль, что не любим друг друга. Ты должна знать, я встретил девушку. Я обалдел. Она уехала. Ну, хорошо, что уехала. Я не забыл. Забудешь, Валера, забудешь. Все будет нормально, хватит побесились. Надо смотреть на жизнь реально. Ладно, все, спи. Спи, Валера. Спи. К кораблестроительному, к проходной. Могу только до поворота. Ну, давай до поворота. Ладно, теперь успеем. Все, отставать стали, а? Спасибо Арине, позвонила. А то бы. Кстати, почему она к нам-то не переезжает? Не хочет принципа. Какой еще принцип? Ну, она считает, что мы должны жить раздельно. Можно разменять на что? Да нет. Видишь, она говорит, что неизвестно, что будет еще там через год-два. Твоя Арина мудрая женщина. Арина мудрая? Она хочет гнездо ведь. А это для женщины самое главное. Если она женщина, конечно. Говоришь, гнездо ведь. А где же его ведь-то? Ну, это как его? В кооператив вступайте. Ага, в кооператив. Там знаешь, какой первый взнос? Как для молодых миллионеров. Ладно, заберем. А то так дом продать можно. Какой дом? На островах. Чего он гниет там зря? А не жалко? Все равно ведь я без мамы туда не поеду. Слышь, батя, опаздывай. Давай-ка пробежимся. Как это вроде. Ну, смотри, я не могу. Вечером к маме, она ждет. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Привет. А что случилось? Ленка со сборочного приказа видела у директора в приемной. Уже подписанной. Ивашенко вон, меня и Титова. В общем, пинком под зад. Увольняют? Ну, дает не хеет. Нет, переводят в интересах производства. Меня мастером ПТУ. Титова подсобником в инструменталку. А Ивашенко вообще без предоставления. На Кабельном еще хуже. Там от каждого цеха по 15 человек. С отдела по 10. И чтоб никаких жалоб. Вот и считай, сколько будет безработных. С этим их хозрасчетом. Да ерунда. Такие безработные при нашей системе. А право на труд. Надо идти к Михееву, ругаться. Да не будет Михеев ругаться. Не его стиль. А насчет право на труд. У нас его где угодно можно осуществить. Страна огромная. Да это давно так уже. Везде. К нам только сейчас докатилось. Больно умные все стали. Можно? А, Сапогин. Заходи. Я знал, что придешь. Бригада уполномочила или сам? Сам. Лихо начинаем, Николай Савельевич. Ох, лихо. Только вот народу это не нравится. Нравится, не нравится. Не теми категориями мыслишь, Сапогин. Быть или не быть, выживем или не выживем. Завод, страна. Вот так стоит вопрос. И что ж теперь будем на рабочем классе отыгрываться, да? Это же люди. Люди-то здесь при чем? Все не при чем. Все всегда не при чем. Только вот пароходик наш, который мы так торжественно спускали, барахтается сейчас в чужих водах и кричит СОС на все стороны. Почему? Отказ рулевой машины. Пустячок. Спасите, кричит наши души. Спасите, потому что дошли до ручки. Разучились работать. А что это вы мне? Мы, что ли, рулевую машину собирали? Это другая бригада. Да какая разница? Мадуин СССР. Наш завод. А сейчас запускается новая серия. Работа усложняется, и твоему метрофаному не потянуть. Мы за 30 лет воспитали пиздельников. Не умеющих думать, но умеющих свои права качать. И ни одного метрофанного надо менять. Я вокруг себя меняю, потому что тормозят. Цепляются и тормозят. Между прочим, перестройка, о которой мы так... Да хватит болтать о перестройке. Дело нужно делать. Хорошо. Кого вместо метрофанового? Кого? Что, опять шило на мыло будем менять? А давай тебя попробуем. Кого? Тебя. А ничего неожиданного не происходит. Михеев все излагал в своей предвыборной программе. Голосовали за него? Голосовали. Да программа одна! А жизнь другое. Ничего, ничего. Вы еще не раз добрым словом вспомните Тарабанова. Дело нужно делать. Думать, как из этого дерьма вылезть. Ух, не дотянете вы до следующего срока. Ух, скинут вас к чертовой матери. Кто? Кто? Люди, кто? Люди? Люди? Ну, вот они, люди. Вот расшифровка телефонов доверия. Не угоден я пьяницам, лодырям, прогульщикам. Остальные знают, что говорят? Что предлагают, что хотят. Вот с ними и буду работать. У нас нет выхода, Валера. Надо дело делать, иначе не выживем. Мне по-человечески многих жалко, но это плохие работники. А плохой работник сегодня это погибель наша. Ну, бригадиры тебе, конечно, черноваты, да я бы не поддержал. На меня бы столько собак сразу понавешали. А толкового парня поищи, посоветуй. Вот так вот. Ну, иди подумай. Иди. Алло. Есть там у нас один слесарь с инженерным образованием. Потянет по всем статьям. Я все думаю, Валер, подарю я тебе дом наш на островах, а? Мы с мамой Малки подарков делали, все разбаловать боялись. Наверное, это неправильно. А там, хотите живите, хотите продать, как хотите. Кооператив, я уже Арине звонил. Она уж вроде покупателя ищет, так что. Кстати, где эта долгая лука? Я ведь и не помню. Не мудрено, тебя когда туда возили-то? А потом, как-то и не был. А мы с мамой там выросли. Да и деды наши оттуда. Все мы оттуда. Говорят, через год легче будет, станет забываться. Что ж мне тогда останется-то? Ну, у тебя работа. Общественные дела. Жизнь, сынок, она не бесконечна. Это вот когда мы в долгой луке жили. Я сегодня мечтал конюхом стать. Мне долго, потом еще. По ночам лошади все снились. Чего это не, а? Мужики, вот розы, мужики. Совесть-то есть у вас? Не понял. Кинг-Кунг жив. Что? Совесть? А у меня ее нет. А у вас есть, ребят? Да мы ее давно пропили, батя. Ну, ты даешь. Батя, главное на ногах удержаться. Обожди. Значит, на этих клумбах цветочки рвем, да? По чем букетик? Кирик. Барик, все ж нормально. Все в порядке. Смелый. Ай! Отвали, батя! Ну, сволочи. Отвали! Все рубли, что? Ну, пошутили же мы. Да не машины лопаты. Да брат, лопаты. Раз и напишля. Да брат, лопатый. Да братец, иди, нормально. Через моюшку долетел, по всекому не подарил. Да ладно. Бабаранил. Бабаранил, бабаранил. Да иди ты! Эй, сволочи, совсем добил. Ну что, живой нет? Еще поплачь надо мной. Платок, намочил бы. Да ладно, пойдем. Где я ее брал-то? Доположили. На. Пошли, что ли? Пошли. 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 Тебе-то домой, а мне ещё с Аримой встречаться. Там у них выставка каких-то чёрно-белых. Тем более. Да ладно, не по пьянке дрался. Всё очень просто. Пока вы смотрите на эти вещи, эти вещи искусство. Когда вы уйдёте, это груда хлама. Потому что только ваше отношение, ваш взгляд вселяет в эти вещи красоту. Вот посмотрите, чёрное и белое. Гениально. Чёрно-белый портрет не желаете? Что? Портрет, говорю, не желаете? Нет, спасибо. Ну вот, как видишь, устроились более-менее нормально. Не все экспонаты вошли, но что поделаешь. Валер, извините. Да, конечно. Привет. Привет. Слушай, ты долго будешь драться, а? Судя по всему, долго. Так что случилось? Ничего, пустяки. Что тут у вас? Как тебе-то нравится? Очень. Вот баба, например. Да, кстати, здесь мои друзья, так что веди себя корректно, ладно? А, да, я нашла покупателя для дома. Да, Саня Рогалёв. Саня. Саня, а что? Неха. На розыгрыш или блажь? Ну хорошо, ну пусть блажь, но главное, чтоб купил. Что я Саня не знаю? Ну как? Да ты знаешь, я, пожалуй, всё насмотрелся. Что не понравилось? Если честно, мне хочется поужинать, посмотреть программу «Время» и завалиться спать. День был сумасшедший. Тут есть где-нибудь телефон? Ладно, сейчас устроим. Кирилл? Да. Привет. Привет. Сапогин говорит. А, привет. Что случилось? Не, ничего, нормально всё. Как вы там? Да ничего. За чистоту и справедливость. Да, да, боремся потихоньку. Как Витя? Витя в порядке. Ну привет ему. Передам, спасибо. Слушай, когда вы собираетесь? В пятницу вечером. Там. Можно мне прийти? Пожалуйста. Что, есть предложение? Да. Есть предложение. А где Дима Добровольский? А он собирается в духовную семинарию. Нет, ну сейчас он работает в котельной, но весной будет поступать. Он что, в Бога верит? Ну надо же, чтобы он во что-то верил. Спасибо, я позвонил. Ну что, пойдём, Илья? Пойдём. Скажите, как вам у нас понравилось? Нормально. Нет, ну что значит нормально? Неужели ничего не потрясло? Что, унитаз, что ли? Ну а что же нам? Рисовать людей труда, что ли? Да, действительно. Это в прошлом. Это хлам. Правильно. Нужны новые идеи, новые взгляды. Понимаете, дерзость мыслей. Нет, ну неужели ничего не понравилось? Понравилось, понравилось. Ну пойдём. Ну Валера. Ну Саня, ну блеск. Семь минут и готово. Ну ладно, пошли. Она сама позвонит ролей времени. Да. Слушай, здорово. Ух ты, это что такое? А? Ионизатор воздуха, как после грозы. Класс. Да, Сань, это ж какие доходы надо иметь. Это не доходы, это папашка. Мои доходы пойдут на другое. Слушай, а Витик у тебя японский? Ну? Санька, какие у тебя рыбки замечательные. А это меченосцы. Ну что, Сань, давай одели. Давай. Видишь, какая штука, я этот дом-то не помню. Я в Долгой Луке был, в пятилетнем возрасте. Да меня не интересует дом, меня интересует окрестность. Слушай, а что это у тебя такое? А? Кондиционер. Ух ты, а это? Ультрафиолетовое облучение для загара. Ну ты даёшь. Санька, зачем тебе дом глушит? У тебя здесь озон, загар. Если это розыгрыш, убью. Да какой розыгрыш, что ли? Ой, курица! Не, Лёнечка пришёл. Видал, как люди живут? Богатенький Буратино. Да. Слушай, он спросил, сколько мы дома собираемся продавать? Ну откуда я знаю? Надо съездить посмотреть. Я ему в шутку сказала, что за 7 тысяч, он даже глазом не моргнул. Богатенький Буратино. Ух ты, моё пивко хорошее! Здорово. Здорово, ребята. Ой, у меня ни одного нового анекдота. Я пошёл. Я сейчас тебе пойду. Сейчас не хлоп получишь, понял? Привет, Лёнечка. Здорово, ребята. Познакомьтесь, это роза моя. Здрасте. Ну что, ребята, сейчас перекусим. Очень приятно. Давай, давай, давай. Ребята, надо встречаться. Надо общаться. Надо общаться. Надо общаться. У меня интересно в школе получается. Я от тебя этого не ожидал. Мне интересно. Но самое главное, вот. Добегались. Как? 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 А-а-а. Принимаем поздравления. Сдаёте мужу ничего? Поздравляем. Это торжества. Спасибо. Торжества? Подре заявления. Так что готовьте подарки. И подороже. Ребята, курица. Рассаживайтесь. Пошли, пошли. Пойдём. Проходи, проходи. Спички есть. Кстати, как-то девочка пишет, нет? Девочка? Да, девочка пишет. Ты знаешь, я ей говорю, Наташа, ну зачем ты всё это мне несёшь? Я же физик, я же ничем не смогу тебе помочь. А она говорит, ну и что? Зато вы весёлые. Интересная девочка. Очень интересная. Вот послушайте, ребят. Ребят, секунду. Да? Стихотворение. Ой, служим. Дом, как собака ждёт. Портрет смотрит в окно. Он перестал улыбаться. Пылью покрылась кровать. Серо-зелёные листья. Падают высохший пруд. Думает дом. Ждать ли ему. Или совсем развалиться. Типичень авангардизму. Ну вот. Теперь хоть знаю, как это называется. А то я думал, чудо. Вот и курица. Давай, 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 давай. Давай. Ух ты, красавица. Ой, накурили, накурили уже, да. Успели уже, да. Минздрав СССР последний раз предупреждает. Ну пусть предупреждает. Сань, куда ты пошёл? Форточку открыть. Ну что, Валера, оторвём этой девушке ножки? Да подожди, подожди. Да не трогай, пусть Саня сам он справится. Ну что? Что, Саня, мы оставим ножки? Ага, ага, третью. О, папашка что-то приехал. Ну-ка, ребятки, давайте посмотрим на Санькиного папашку. Какой стал папашка? Что-то случилось, наверное. Ого. Ты смотри, какая машина, Валерка. Вот это да. Ну ладно, кончай. Расстроен и вижу по походке. Представляю себе, как он ходит, когда у него хорошее настроение. Ребят, только щина благородна, папаша не любит хамство. Ну о чём ты говоришь, Саньки? Какой сын? Какой отец. Какая машина. Привет. Привет. Кто у тебя? Да ребята сейчас пришли, посидим немножко. Здравствуйте, молодые люди. Добрый вечер. Здравствуйте. О, дамы. Извините. До свидания. Всего доброго. Отдыхайте. Сплошная дикость. Папашу какие-то типы шантажируют. Какая-то группа за чистоту и справедливость. Умереть можно. За чистоту? Может, зелёная? Да нет. Скорее всего, красный. Ну ладно, разливай, Валера, а то отвлеклись. Да. Папашка сам разберётся. Вон у меня мужик головастый. И так, Валер, когда мы едем дом смотреть? Когда? А в субботу. Валер, какие здесь цветы? Я откуда знаю? Ромашки! Цвет устраивают ромашки? Да мне-то что, главное, чтобы они устраивали пчёл. Липа есть? Меня интересуют медоносы. Саня! А? Если это розыгрыш, утоплю. Ха-ха-ха. Какой розыгрыш? Я пришёл к выводу, что самое ценное сейчас – это спокойная, чистая жизнь, натуральная, без суррогатов. Это самая безумная роскошь, которую может позволить себе человек. Места балдёжные. Мне нравятся. Валер, Валер. Господи, какое же здесь раздолье! Бери – не пожалеешь. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вот он. Так, ну что, крышу надо перекрывать. А в целом дом очень хороший? Отштукатурить немножко нужно. Покрасить его, побелить. А что эти окна-то не заколочены? Где они живут, всегда окна заколачивают. Какая тебе разница? Здесь не заколотили. Ну что ты там замер? Дай Сане ключ от дома, пусть он теперь хозяйничает. Ключи? А я, наверное, не взял ключи. Или потерял. Ну ты даешь. Ты что, с ума сошел? А вы кого ищете? Здравствуйте. Да вот приехал дом свой посмотреть. А то и ключи забыл. Да вы не бойтесь, вы свои. А чего мне бояться? Я вижу люди. А у вас медоносы хорошие? А вы заходите ко мне в дом, поговорим. Спасибо. Спасибо. Угощайтесь. Так, значит, вы сапогинские? Сапогинские. А отец кто? Александр Филиппович. Знаете его, нет? Нет, ну слышала. Мы ведь тоже сапогинские. Как? Так, сапогинские. А мы не знакомы. Как же вас зовут? Нет, Александра. Что ж вы одна здесь живете? Да нет, что вы. В соседе Степановой к старухе вернулась. На том краю еще пять семей живет. Так что нет. Да вы угощайтесь, угощайтесь. А вон Горде идет. Давно вы здесь? Да с лета еще. Дом-то ваш ремонт требует. Вот у меня и квартиру это. Ну чуяло мое сердце, чуяло. Вот сижу на речке и думаешь, что у меня так душа ликует, а? Оказывается, у нас гости. Валера. Здравствуй, Валера. Здравствуй, мой дорогой. Здравствуй. Здравствуй. Ну какой же ты молодец, а? Здравствуй. Возьми удочку. О, гости-то какие у нас. А это твоя жена. Ну, нет пока. Ну, здравствуйте, гости дорогие. Здравствуйте. Арина. Здравствуйте. Саша. Александра, вари уху. Гостей кормить будем, угощать. Налим, зараза, ушел. Ну и черт с ним. Слушай, Валерочка, а где же родители? Мать собиралась, собиралась, говорила мне, что приедет, а? Умерла, мама. Как? А как же вы нашли меня? Да мы не искали, мы дом приехали продавать. Арина. Что, не так, что ли? Покупателя привезли. Сань, скажи. Ну что, дом? Дом как дом. Крышу надо только перекрыть. Ну, печку маленько подправить. Ну, поштукатурить, побелить. Поштукатурить, подмазать, да. Вот так мы здесь и живем. Там сидели красавицы, Поздно вечером одни. Ай, поздно вечером одни. Говорила мне одна. Мы ведь на кооператив собирали. А первый взнос знаете какой? Помолчи. Что? Да вы что? Не нужен мне ваш дом-то. Я поселился только потому, что он пустой был. А так зачем мне ваш дом-то? Я ведь могу и в Магадан уехать. Меня прятец зовет. Наш вертолетчик. А если у вас покупатель, да еще руки золотые, то, господи, о чем разговор-то? И вообще, Саня у нас мужик деловой. Ну, что, послушаю тебя, помолчи. В чем дело? Откуда у Сани такие деньги? Саня пошутил. А сколько просишь? Десять. Сколько? Это что, тысяч? Идет. Богатенький Буратино. И Саня очень похож на 21-й номер. Чего, 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 чего? Слушай, у тебя случайно не того, а? Дом непродажный. Вот какая штука. Непродажный дом. Подожди, подожди. Что-то я не понял. Ты что, с ума сошел? Это розыгрыш, Саня. Сам посуди. Завод у меня есть, база отдыха есть, стадион. Вон, дом деревни, родня объявилась. Ты купился, Саня. Шуток не понимаешь. Ну, ты даешь. Ну, класс. Я шуток не понимаю. Ну, класс. Ну, молодец. Во шуточка. Ну, хорошо. 2-2, нища. Следующий ход за мной. Идет. Я ничего не понимаю. Да вы что? Этот дом может сто лет еще простоять. Ну, надо же, приперся за сто верст, а? Ты знаешь что, Валер? Приподними немножко, а то дверь села. Ага, вот так, вот так. Опа, все. Ну что, дядя? Ну? Сфотографируемся на пороге? Давай. Саня, щелкни. Ну, класс, а? Ну, купился. Здорово. Я, Саня. Теперь тебе не отыграться. Иди сюда. Ладно, сфотографируемся. Чего отыграетесь? Занка-то цветная? А, зеленая. Ну как? Так, еще. Александр, ну где вы ходите? Давайте, давайте сюда. Давай быстро сюда. Фотография на память. Внимание. Давай, Заня. Улыбочку. Будьте улыбка. Будьте улыбку. Раз. Так, еще раз. Дай все. Так. Будьте улыбку. Будьте улыбку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok